Как вы думаете, что может быть интереснее, чем прогуливаясь и последним днем встретить на улице робота? Наверное, только встреча с двумя роботами. Но ученые полагают, что скоро это станет нормой и роботы будут жить среди нас. В эфире «Реальная наука» и сегодня мы расскажем вам о том, какие андроиды уже поселились в Уфе. Смотрите в этом выпуске, каких роботов разрабатывают в нашем городе. Слон, собачка, человек и другие устройства, которых могут собрать даже дети. Какие научные исследования в роботостроении ведутся в уфимских институтах. А также мы расскажем вам о промышленных роботах. Они уже активно помогают людям на заводах и производстве. Как именно, узнаете чуть позже. Роботы наступают. Пожалуй, это лучшая тема для того, чтобы снять крутой боевик. Но современные роботы, слава богу, еще довольно дружелюбны. Причем настолько, что с ними играют даже дети. А кое-где дети не только играют с роботами, но и сами их собирают. Как из простого конструктора собрать настоящего робота? И в чем же разница между ним и обычной игрушкой? Об этом знают ребята из Центра молодежного и инновационного творчества «Уникум». Маленький Никита опытной рукой подключает только что сделанного робота-слона к компьютеру и запускает программу. Слон, словно настоящий, начинает двигаться медленно и важно. А юный конструктор подробно рассказывает, из чего состоит его творение. Вот у него мотор. Здесь стоят шестеренки, чтобы ноги двигались. Еще внутри стоит шестеренка, чтобы вот эти все крутые шестеренки. Чтобы собрать такого робота, мальчику потребовалось всего одно занятие. К слову, Никита не только построил слона из множества деталей, но и самостоятельно запрограммировал все его движения. Я выбираю робота по названию и собираю его по инструкции. Там показаны детали и как их соединять. Потом я подключаю, делаю программирование и робот что-нибудь делает. Ребята, которые занимаются в Центре образовательной робототехники, в основном школьного возраста, но встречаются и дошколята и студенты. Все они обучаются с помощью специальных конструкторов фирмы «Лего». На данный момент у нас имеется конструктор-перворобот «Лего Видо», рассчитан для детей от 7 лет. Конструктор программируемый. Следующий конструктор – это «Лего Майнштормс ИВ-3». Также образовательная версия, рассчитана для детей от 10 лет. Роботизированные наборы в свое время спасли компанию «Лего» от разорения. Ведь целых 11 лет, начиная с 1991 года, «Лего» постоянно нанесла убытки, не имея возможности конкурировать с компьютерными видеоиграми. И только идея добавить к стандартным и давно знакомым деталям микрокомпьютеры, электродвигатели и всевозможные сенсоры в корне изменила ситуацию. Сегодня «Лего» пользуется большой популярностью в образовательной робототехнике, ведь к ним имеются подробные инструкции. И ребята на каждом занятии могут собирать все более сложных роботов. Когда дети работают по инструкции, у них возникают свои идеи. После сборки по инструкциям они уже могут реализовывать свои идеи, как конструктивные, так и уже программные. Из деталей «Лего» можно построить не только игрушечных роботов, но и прототипы таких серьезных конструкций, как принтер или космическая станция. Например, студенты БГПУ собрали небольшого железного человека, который умеет ходить и реагировать на препятствия. Пустили программу, теперь появляется объект перед ним, и он движется. Если создать определенную программу, то будут срабатывать датчики, и он будет поворачивать в любую сторону – вправо, влево, вперед, назад может идти. Вот он сейчас ищет, приближается объект, он опять идет. На руках и в глазах машины сенсорные датчики. Именно они отвечают за реакцию. Их тоже можно программировать по-разному. Например, робот-собачка по имени Знаб благодаря подобному датчику реагирует довольно неожиданно. Пускаем в эту программу, он выбирает какое-то направление, сам по себе любое движется, появляется объект перед датчиком расстояния, и он кричит. По словам руководителя центра, конструкторы «Лего» помогают детям развить воображение и улучшить мелкую моторику. Но есть ли в Уфе роботы, которые собираются не по шаблонам, такие, для которых еще никто не создал инструкции? Собирать роботов по инструкции очень интересно, причем не только детям. Но такие роботы уже не уникальны. Кто-то их придумал, а мы просто складываем детали по готовым шаблонам. Другое дело – Уфимский институт механики. Там ученые разрабатывают принципиально новых роботов. Вот эта странная конструкция – тоже робот. Причем, по словам разработчиков, он гораздо удобнее, чем привычная рука. По-научному он называется манипулятор с управляемым изгибом, но для простого обывателя больше напоминает хобот слона. Кстати, именно им и вдохновлялись ученые. Мы не можем рукой обвить, например, какой-то стержень или ветку дерева, как, например, делать хобот того же, например, слона. А этот может, да, и загнуться в нужный момент. И здесь вот только одно звено показано, но если таких звеньев друг к другу много пристыковать, то у него гибкость появляется уже очень большая. Хоботоподобные механизмы обладают не только удивительной гибкостью. Они могут проникать в такие труднодоступные места, как узкие трубы или пещеры. Подобных роботов сегодня разрабатывают во всем мире. Но не везде они обладают достаточной пластичностью. В Институте механики эту задачу решили оригинальным способом. Робот собирается из элементов, никак не связанных друг с другом. А жесткость конструкции обеспечивается не шарнирами, как у других механизмов такого рода, а тросами, протянутыми через все звенья. В четырех отверстиях каждого элемента протянут трос. И если мы начинаем тянуть трос в какой-то отверстии, трос тянет нижний диск и начинает влиять на движение остальных дисков. За счет этого осуществляется изгиб. Чтобы робот поворачивался в нужную сторону, его действия управляются с помощью компьютера и четырех приводов. Для того, чтобы мы могли программно управлять изгибом так, как нам надо, нам нужно контролировать перемещение троса, натяжение тросов, чтобы они друг от друга не отсоединились. Для этого и существуют различные датчики. В данном случае это датчики перемещения троса и датчики натяжения троса. Однако здешние создания могут похвастаться не только гибкостью. Вот эта парочка миниатюрных роботов способна преодолеть все препятствия на своем пути и достичь необходимой цели. На борту каждого мобильного робота имеется 8 афракрасных датчиков. Эти датчики предназначены для определения препятствий. Благодаря им робот не сталкивается с препятствиями, может двигаться по лабиринтам. Мини-роботы не только двигаются, огибая препятствия, но и могут передавать сигналы центральному компьютеру, сообщая о своем местоположении или о проблемах в траектории. И тогда общая система управления корректирует их движение. Здесь на каждом роботе имеется LED-дисплей. Он отображает двумерные коды, так называемые маркеры расширенной реальности. С помощью этих маркеров робот передает оперативную информацию верхней системе управления, системе управления верхнего уровня. Над рабочей зоной коллектива роботов устанавливаются видеокамеры, способные распознавать сигналы со всех дисплеев, находящихся в поле зрения. Все сигналы передаются в центральный компьютер одновременно. В этом принципиальное отличие данной разработки и ее преимущества. Миниатюрные роботы только с виду кажутся простыми и милыми. На самом деле их конструирование требует очень высокой точности выполнения работ. Нельзя просто взять и уменьшить стандартного робота, сделать его меньше и добиться от него таких же показателей от маленького робота, как от большого. В лаборатории робототехники любят нестандартные задачи. Причем наука порой опережает реальные потребности человека. Большинство роботов сегодня используются в промышленности, но современные разработки активно задействуют их и в виртуальной реальности. Мы не пытаемся улучшить велосипед, имея в виду промышленную работу. Мы пытаемся сделать что-то новое, которое дает новые функции. То есть это работа на перспективу. За рубежом роботов активно используют в автомобилестроении, сварке и прочих работах, требующих от человека больших физических нагрузок. По указу главы Республики Башкортостан, промышленных роботов планируют производить и у нас. Пока же их возят из-за рубежа, а собирают в пригороде уху. Итак, что это за зверь такой – промышленное роботостроение? Появившись в середине 50-х годов прошлого века в виде программируемых устройств для переноски предметов, промышленные роботы начали завоевывать свое место под солнцем. Автоматизация производства зародилась в США, затем перейдя в Европу и Советский Союз. И это стало поистине революцией, ведь такие машины заменили человека как в тяжелом физическом, так и в скучном монотонном труде. Идет конвейер, и нужно каждые 10 секунд закручивать гайку в одном и том же месте в течение 5 лет. Я думаю, что если себе представить эту работу, это будет… Люди почувствуют тоску, что мне придется каждые 5 секунд в течение 5 лет закручивать эту гайку. Этот робот может сделать эффективнее и лучше. В центре автоматизации и роботизации занимаются настройкой готовых роботов к условиям конкретных предприятий. Такие автоматы в большинстве случаев представляют собой манипуляторы, программируемые на выполнение того или иного действия. Например, робот-сварщик может заниматься высокоточной сваркой сотен однотипных деталей. Промышленный робот – это, по сути, манипулятор. Рука, у которой есть несколько сочленений, несколько степеней свободы. Вот заканчивается промышленный робот здесь, начинается в основании. И вот все, что до этого места – это промышленный робот. Далее на него навешиваются уже либо различные инструменты. Вот в данном случае это сварочная горелка. Здесь может быть расположен какой-то захват или шпиндель для механической обработки. Однако манипулятор так и останется обычным манипулятором, если он не сможет выполнять команды человека. Именно наличие программируемого устройства управления и делает его настоящим роботом. Программирование роботов происходит с помощью пульта управления. С помощью него можно двигать робота вручную. Можно задать программу, приложить, какие нужно движения совершать или какие-то действия включить, выключить что-то. Робот потом переключить в автоматический режим, робот будет выполнять все это в автоматическом режиме. Манипулятор не знает усталости и легко может заменить грузчиков в переноске тяжелых предметов. Но это не единственное его преимущество. Как и все немцы, Кука аккуратен и предельно точен. Различные есть способы перемещения предметов. Да, и кран-балки, и штабелеры, и чем только их не перемещают. Но все-таки, когда речь идет о загрузке изделия в станок, то надо быть точным и аккуратным. Сами понимаете, надо поставить патрон. И здесь уже нужно точное позиционирование. Именно поэтому промышленные манипуляторы со своими шестью или пятью степенями свободы вписываются как раз в эту поставленную задачу. Они могут точно спозиционировать детали. Сотрудники Центра автоматизации и роботизации считают, что в будущем промышленные роботы будут использоваться повсеместно. Ведь они точны, не знают усталости и не требуют заработной платы. Если сравнивать производительность, мы поставим человека и поставим робот, то опытный мастер будет работать, скажем, первый час, с одинаковой скоростью с роботом. Второй час опытный мастер начнет отставать. Через неделю, если мы сравним производительность, то, что выдал робот и то, что выдал человек, это, конечно, будет значительное отличие. Потому что робот выполняется, то есть робот будет делать быстрее, если мы сравним, что он сделает через неделю. Почему? Потому что он с одним и тем же качеством выполняет работу с одной и той же скоростью, как в первый час, так и в последний час недели. Современные роботы — это и гигантские машины, способные поднимать сотни килограммов, и совсем крошечные устройства. Но вне зависимости от размеров и назначения, все роботы интересны и достаточно сложны по своей сути. Возможно, именно из-за того, что человеку сложно создать существо, подобное себе, роботостроение не развивается так быстро, как предсказывали фантасты. В отличие от любой другой техники, робот — это симбиоз. Там есть и механика, и электроника, и система управления. То есть там нужно для того, чтобы разрабатывать роботов, нужно быть универсалным. Однако в любом случае эта сфера деятельности имеет большие перспективы как для уже работающих, так и для будущих конструкторов. Что ж, вполне вероятно, что скоро терминаторы станут не просто красивыми игрушками, а самостоятельными устройствами. С вами была Реальная Наука. До встречи в следующих выпусках.